Я хочу поблагодарить всех участников, которые были, потому что мне, я очень так оказался в уборкомитете, и у меня есть некоторые отрицательные моменты. То есть на самом деле подготовки, ну я не буду сейчас по конкретизировать, но на самом деле желательно, конечно, более четкая организация, более четко заранее работать. Но я как раз на это не хочу акцентировать внимание, потому что, слава богу, все получилось хорошо, несмотря на все накладки. Я бы хотел поблагодарить еще раз участников и сказать, что на самом деле действительно очень высокий статус конференции, просто потому что здесь собрались очень неформально заинтересованные люди, и как раз разброс и образовательного ценноса, потому что здесь, как это вчера озвучало, переходили, есть ли в детской степени, нет, ну тогда можно было бы перейти, есть ли диплом в высшем образовании, есть, конечно, стат, и так далее. То есть это деструктивно. В этом смысле очень хорошо, что здесь разброс и по возрасту, и по образованию, и по специализации. И в этом смысле это уникальная конференция. И очень жаль, конечно, что, может быть, общественность в лице СМИ таких федеральных, они на это не обращают внимания. Ну, по крайней мере, не так освещено. Я думаю, что, может быть, в будущем имело бы смысл, чтобы привлекать внимание вообще общественности. То есть это, ну, как бы, как-то более популяризовать эти конференции. Тем более в Москве это было бы сделать удобно. Я понимаю, как-то там в регионах, и как раз в регионах-то, насколько я понимаю, там СМИ освещают местные. А здесь, получается, в Москве, ну, больше людей, даже из разных регионов, а как раз СМИ, ну, насколько я понимаю, нам в инференале этим интересуются. Возможно, там будущее это имеет смысл как-то прорабатывать. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что тоже, если максимум благодарю. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я в Мерклитте тоже принимаю... Я принимал участие в конференции. Она превзошла значительно мое объединение. Я тоже хотел бы отметить, на мой взгляд, потрясающий круглый стол, который организовали активисты новых разделов. Пожалуй, из того, что я не везде присутствовал, но почти везде, 75% закладов прослушал. Это мое самое главное впечатление на два дня. Еще такое техническое сообщение. Большинство обратили внимание, что снимался фильм, фильм, который, надеюсь, мы все-таки сделаем, к миллиону статей, который грядет весной. Но материалы будут продолжать набираться, и если кто-то хочет, он может подойти к оператору и режиссеру Максим Старико-Камерой, отдать свои контакты, и можно будет потом еще встретиться. В первую очередь, это, конечно, москвичам, которые часто бывают в Москве, а участников из регионов, но это по возможности посторонних всех охватить их в конференции. Все, спасибо. И если фильм получится, то надеюсь, что и СМИ будут проявлять к нам больше внимания. Я также присутствую на конференциях первый раз и стараюсь, если не поменьше, в мере будут выходить в Москву и не пропускать. Особенно личному знакомству с многими людьми, с которыми я был знаком только через экран, это часто снимает очень много вопросов, которые возникают при интернет-общении. Но у меня спасибо организаторам за то, что дали возможность познакомиться по меньшей мере, ну и, естественно, поделиться своими мыслями, слышать чужие. И два пожелания, я понимаю, что никто никому ничего не должен, но два больших-то и больших пожелания. Первое. Мы занимаемся интернет-ресурсами, и когда на конференции отваливается интернет, и я не могу в этот интернет риску зайти и не показать на экране, это очень-очень плохо, скажем так. Интернет постоянно отваливается. Второе. Я думаю, просто имеет смысл подумать о онлайн-связи обратной. Но вот сейчас же мы понимаем, что даже в русской википедии в данную конкретную секунду сидит несколько сотен, 10-10 тысяч человек. Ну, я думаю, процентов 5 из них с удовольствием бы, может быть, в фоновом режиме подслушали то, что здесь происходит, и, может быть, задавали бы свои какие-то вопросы и поделились бы своими мыслями. Это тоже, ну, нам же крайне полезно и имеет смысл над этим подумать в будущее. Ну, опять же, ну, я не поеду, например, в Питер, в Воронеж, в Перми, или еще куда-то, когда там будет проходить другая конференция. Но вот теперь, после этой конференции, я бы с удовольствием последил бы за тем, что там происходит в онлайне, и задавал бы свои вопросы и поделился бы своими мыслями. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я представлюсь, меня была программа. Мы представители два этих интервью медиа. Мы первый раз на конференции, в принципе, приехали из Омска и из Новосибирска. Мы очень благодарны организаторам, что нас пригласили, на самом деле, конференция для нас прошла продуктивно. Думаю, мы поговорим, пообщаемся и будем работать и работать в дальнейшем, и производить видео, статьи. И самое главное, что для нас страна из конференции, это, конечно, общение животным так, что есть реальные люди, которые делают все это дело, благородное дело. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, тогда я дам слово Владимиру на закрытие и маленький технический момент. У нас там, чтобы он закрыл, а я сразу предупрежу, у нас там куча еды, как я понимаю, еще осталось. Вот, разбирайте. Будете уходить, возьмите с собой немножко, не помешает. Особенно те, кто едет сейчас по домам. В смысле, по другим городам, в поезде, может быть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...